Всем привет, привет, мои дорогие! С вами, как всегда, Марина. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаю для вас очередной традиционный расклад карта дня. И смотреть мы будем с вами 6 ноября 2020 года. Посмотрим, какие энергии будут отыгрываться в этот период нашей жизни. И, соответственно, сможем сделать правильные выводы, принять правильные решения и сгармонизировать правильным образом события нашей жизни. Я буду сегодня работать с двусторонним таром. И возьму обязательно еще по посланию от ангелов для каждого варианта. У нас сегодня традиционно 4 варианта. Первый, второй, третий, четвертый. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант. Я не буду выкладывать сейчас карты-сигнификаторы, потому что это двустороннее таро. Здесь такая интересная колода, а аркан прорисован с двух сторон, рубашки нет. Поэтому, пожалуйста, задумывайте ваш вариант. Зеленое, белое, синее, желтое сердечко. Выбирайте либо по цвету, либо по номеру, который вам больше нравится. Я же напоминаю, что по вопросам обучения обращаемся на WhatsApp большими буквами сообщения обучения. В том случае, если вам импонирует моя энергетика. Я обязательно вам отвечу, как только у меня появится свободная минутка. Итак, я надеюсь, вы уже определились с вашим вариантом. Если нет, то, пожалуйста, ставьте видео на паузу. А мы будем начинать. Итак, вариант номер один. Зеленое сердечко. Энергия дня. Оу, это аркан император. Это не просто так. Это аркан император. Сегодня очень мощная энергия вашего дня. Потому что это энергия силы. Как духовная, душевная, эмоциональная, так и физическая. Сегодня вы должны будете быть в хорошей форме. Сегодня к вашему мнению прислушиваются окружающие. Сегодня вы обладаете очень яркой харизмой. И сегодня вам, в принципе, подвластны все дела, решение всех проблем. Сегодня действуйте активно. И знаете как? Не поддавайтесь чужому влиянию. Всегда имейте свое четкое мнение по любому вопросу, в любой ситуации. Потому что именно ваше мнение и ваша позиция, она будет правильной. Не поддавайтесь никакому влиянию извне. Этот аркан очень часто говорит о том, что некий мужчина, обладающий качествами, присущими аркану, император, цельный, мощный такой, знаете, авторитарный человек. Это человек, который может занимать какой-то пост серьезный. Ну, либо просто, в принципе, иметь вес в обществе. Либо это вообще человек женатый. Может быть, ваш даже супруг каким-то образом отыграется в энергетике вашего дня. Но это очень хороший, очень позитивный аркан, старший аркан. Я вам все озвучила, в принципе, основное. Давайте посмотрим. Посмотрим ваше послание от ангелов. Готовься к чуду. Ура! Первый вариант. Здорово. Прими наши дары и благословения. Чаще всего они появляются в твоей жизни в виде маленьких чудес. Вот такой получился вариант. Первый. Очень оптимистичный. И, пожалуйста, будьте всегда открыты для чудес. И не думайте, что вы недостойны получить какой-то прекрасный подарок от высших сил. Все мы этого достойны по праву нашего рождения. Быть счастливыми, успешными и быть осыпанными подарками от Вселенной. Второй вариант. Беленькое сердечко. Так. Энергетика дня. Основная энергетика дня. Девятка пентаклей. Это материальный аркан. Это аркан, в первую очередь, материального мира. Но также этот аркан, который свидетельствует о том, что сегодня вам нужно заняться собой любимой. Причем как своей материальной сферой, так и сферой своего здоровья, своей внешности. По аркану девятка пентаклей очень-очень хорошо будет, если вы прям вот какие-то такие процедурки поделаете. Сходите в тренажерный зал, сходите к косметологу, к парикмахеру, займетесь своим телом. Потому что это аркан прекрасной принцессы, женщины, девушки. Самодостаточной, причем неважно вы женщина или мужчина. Это одинаково относится и к тому, и к другому полу. То есть сегодня лучше заняться собой, своим здоровьем, своей внешностью. Почистить перышки, так сказать. И, конечно, материальный мир. Все складывается очень удачно во всем, что касается материальных вещей. То есть сегодня можете любые вещи, связанные с материальным миром, делать. Покупки, вложения, там, я не знаю, устройство на работу, на новую, это будет перспективно и хорошо. Все, что связано с материальным миром, очень-очень для вас перспективно и позитивно. Так, теперь давайте посмотрим ваш совет для второго варианта, вернее, послание от ангелов. Будь свободным. Ты способен летать, будто вольная птица, во времени и пространстве. Взлети прямо сейчас. Этот аркан, это послание от ангелов говорит о том, что вам нужно включать свою фантазию. Вам нужно доверять своей интуиции. Доверяйте, пожалуйста, интуиции своей, потому что это очень-очень важно. Именно для второго варианта. И крылья себе не обрезайте. Когда у вас возникает мечта, вы по девятке пентаклей, в принципе, человек, который может все осуществить, любую свою мечту. Важно только действительно захотеть этого мечту превратить в цель, распланировать действие, действовать. Мечтайте, дерзайте. Особенно это относится именно ко второму варианту. Третий вариант. Синее сердечко. Итак, третий вариант. Давайте будем смотреть, что нам покажут о вас. Общая энергия дня. А восьмерка жезлов. Аркан скорости. Аркан каких-то быстро происходящих событий. И аркан действия. То есть сегодня вам нужно действовать. Сегодня вам прям показаны действия. Потому что если вы будете действовать, вы сможете добиться абсолютно всего, чего угодно. А вам будет казаться, что вот, ну, какая-то круговерть событий. То есть это день движения. Это день событий, которые сменяют друг друга один за одним. Это хороший очень аркан. Причем он выпал лицевой стороной. Здесь у нас, видите, гром молнии. А это у нас лицевая сторона. Дневная, так сказать, светлая. Небо чистое. И вот эти жезлы летящие в одном направлении. Если поставите какую-то цель и будете добиваться сегодня чего-то, обязательно достигнете того, результаты, которые вы хотите. Ну, в общем, это довольно насыщенный день. Разными событиями активно действуйте. Также это аркан переписок. Можете общаться с кем-то в мессенджерах, в интернете, на расстоянии с кем-то. Либо получить известие. Это вот, видите, стрелы летят. Стрелы амура с небес летят. А можете еще и влюбиться. Потому что по восьмерке жезлов очень часто человек встречает кого-то, какого-то партнера, и происходит, знаете, вспышка эта, как огонь, как искры между людьми проскакивают. Вот тоже по этому аркану может проиграться. Ваше послание от высших сил. Будь честен с собой. Всегда будь честен с самим собой. Когда сталкиваешься с трудностями в жизни, обратите внимание на совет, потому что это очень мудрые советы всегда, всегда в тему. Третий вариант. Подумайте о том, достаточно ли вы честны вообще с окружающими, и в первую очередь с самим собой. Это очень важно для вас. Четвертый вариант. Смотрим энергию. Основные энергетики вашего дня. Итак, четвертый вариант. Аркан королева жезлов. Аркан очень сильный. Это аркан амбиций. Это аркан силы, страсти. Это аркан, который говорит, что сегодня... Так, еще вам ваше послание. Что сегодня в вашу жизнь идет именно вот такая огненная, яркая, красивая энергетика по аркану королевы жезлов. Причем она также у нас лицевой стороной здесь вышла. Королева жезлов особо очень яркая, очень амбициозная, очень активная. Поэтому также можно сказать, как вот и по аркану, допустим, император. Они, кстати, прекрасная пара. Император королева жезлов, император императрица. Действуйте как-то... В общем, знаете, вообще любой жезловый аркан это аркан действий в первую очередь. Но придворный аркан, тем более такой сильный, как королева жезлов, говорит о том, что в первую очередь в социальном смысле, в социальном каком-то продвижении, в карьере, в работе. Вам нужно действовать и проявлять себя активно как-то. Но и во всех остальных сферах жизни то же самое. Яркая, мощная, классная, красивая энергетика. И, конечно, поскольку это придворный аркан, какая-то женщина, королева жезлов, либо огненная стихия, либо женщина, обладающая теми качествами, о которых я вам уже сказала, она может каким-то образом отыграться в энергетике вашего дня. Причем может довольно неожиданно отыграться, потому что рядышком третий вариант у нас здесь, восьмерка жезлов. Я всегда рассматриваю все-таки расклад в общем, хоть это и разные варианты, но я вижу, какой аркан лежит рядом. Как-то неожиданно может появиться она, проявиться в вашей жизни, или вообще как-то неожиданно вас свяжет жизнь с этой женщиной. Может быть, извести от нее получите, а может быть, какие-то дела вас с ней будут связывать. Вот королева жезлов каким-то образом может, конечно, отыграться в энергетику вашего дня, в событиях вашего дня. И давайте посмотрим для четвертого варианта послание от ангелов от высших сил. Доверяй. Когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Причем, вы знаете, тут важно доверять как другим людям, так и самому себе, потому что все вообще в жизни начинается с любви к себе, уважения к себе, доверия к себе. И тогда вы будете способны таким же образом поступать и с другими людьми. Подумайте, достаточно ли высокий у вас уровень доверия к себе, соответственно, к окружающим. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Буду вам благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Благодарю вас за вашу теплую энергетику прекрасную. Каждый раз вам говорю, не устаю это говорить, я буду говорить всегда, очень вас люблю, благодарна вам за все, за то, что вы есть у меня. Желаю вам счастья, любви. Кстати, если не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на кнопку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же вас всех обнимаю, целую, желаю только самых светлых и позитивных энергий каждого дня в вашей жизни. Помните, что мы строим нашу реальность собственными руками, своими мыслями и действиями. Всех вам благ, пока-пока, до завтра.